Всем привет, с вами снова Влад со своими игровыми новостями. Ты не поверишь, но среда оказалась очень интересной. А всё потому, что состоялся релиз хоррора Alone in the Dark. Также показали сюжетный трейлер по игре про Капитана Америку и Чёрную Пантеру. А God of War Ragnarok победила в голосовании за самую лучшую игру PlayStation. Также критики остались очень довольны Dragon's Dogma 2. Поэтому ты пока ставь лайк и подписывайся на канал, а я расскажу тебе подробнее. Издательство Крафтон и студия Striking Distance представила новую игру под названием Project Burnside. Действие разворачивается в тюрьме Чёрная Жесть на Калисто, известный игрокам по игре за Калисто Протокол. Разработчики рассказали, что им нравится созданный ими мир и они хотят провести в нём больше времени. Поэтому в 2023 году началась работа над новым проектом и тюрьма. Чёрная Жесть была выбрана в качестве идеальной игровой площадки. Project Burnside позволит расширить мир за Калисто Протокол и предложить игрокам что-то новое, не влияя при этом на разработку следующей высокобюджетной игры. Однако пока неизвестно, что это будет за проект. Поклонники же надеются, что это будет вторая часть за Калисто Протокол, но официальной информации пока что нет. Марвел провела презентацию своего нового экшена о Капитане Америке и Чёрной Пантере, анонс которого состоялся ещё в 2022 году. Игра, как и рассказывал нам инсайдер Куракасис, получила название Marvel 1943 Rise of Hydra. На мероприятии State of Unreal был представлен сюжетный трейлер, который подтвердил, что история будет действительно о приключениях Капитана Америки и Чёрной Пантеры во время Второй мировой войны. К ним присоединяются ещё два персонажа, что обещает непростой союз, который должен определять разногласия. Судя по трейлеру и обложке, игроки смогут побывать в оккупированном Париже и землях выводоманной страны Ваканды, путешествуя по всему миру. Также был объявлен актёрский состав. Харри Пейтон сыграет Азуру, дедушку Тучала и Чёрную Пантеру времён Второй мировой. Дрю Мейлер выступит в роли Капитана Америки. Мегалин Эджи Кун Воки исполнит Нанали, вакантскую шпионку, внедрённую в оккупированный Париж. А Марк Ричардсон сыграет Габриэля Джонса, американского солдата. Кроме того, в сюжете появится Говард Старк, отец Железного Человека, которого сыграет Джоэл Джонсон. Разработкой Marvel 1943 занимается студия Skydance New Media под руководством создательницы Uncharted Эми Хёнин. Игра будет создана на движке Unreal Engine 5.4 и выйдет в 2025 году. Но композитором оригинальной музыки к игре станет Тивен Бартон. Это тот, который писал в таунтреке для Star Wars Jazz Reviver. Недавно компания Sony провела голосование среди своих пользователей, чтобы определить лучшую игру для PlayStation последних лет. В голосовании участвовали игры, выпущенные для PS4 и PS5. Но в итоге победителем стало God of War Ragnarok. Всего в голосовании участвовало 16 игр. Сначала пользователи выбирали, какие игры будут участвовать в 8 парах, а затем выбирали лучшую игру из оставшихся. God of War 2018 и God of War Ragnarok боролись за первое место, но в итоге победу одержал Ragnarok, набрав 52,4% голосов. Результаты голосования вызвали недоумение у некоторых фанатов. Некоторые считали, что Ragnarok не заслуживает такой высокой награды, особенно по сравнению с другими участниками голосования. Многие пользователи также отметили, что предыдущая часть серии God of War им понравилась больше. Однако главной претензией пользователей было отсутствие в списке Bloodborne. Это отметили почти под каждым постом Sony в официальных сетях. Игроки предположили, что если бы мрачное приключение From Software попало в топ, то победа досталась бы именно ему. Но если ты не знал, то в этом году ожидается релиз порта God of War Ragnarok на ПК. Хотя официального анонса пока не было. Рогалик Headless стал доступен для устройств на iOS 16 и новее. Однако игра доступна только для подписчиков Netflix, которые используют iPhone или iPad. В новой версии появилась возможность детальной настройки сенсорного управления. Также поддерживается Bluetooth-контроллер. На iOS в Headless есть поддержка облачных сохранений и достижений. Но автоматический перенос сохранений с предыдущих версий невозможен из-за технических ограничений. Планов на выпуск игры для Android или других смартфонов у студии пока что нет. Поэтому игра пока что доступна на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и уже на iOS. Вторая же часть выйдет в раннем доступе позже, но в этом году. На ПК, PlayStation 5 и Xbox Series вышел долгожданный перезапуск культовой серии хорроров Alone in the Dark. В честь этого события, HQ Nordic представил свежий трейлер, демонстрирующий прибытие главных героев, Эмили и Эдварда, во всапняк Дарсетту. Если вы не знали, то игра получила смешанные отзывы от критиков. Они раскритиковали скучную боевую систему и технические проблемы, но отметили уважение к оригиналу и интересный сюжет. Также игроки похвалили проработанную карту местности, напоминающую о Resident Evil и качественный сюжет. Однако отметили баги и отсутствие по-настоящему страшных моментов. Онлайн-игры в Steam постепенно растет и на момент записывания видео составил 1575 человек. В России игру можно купить в Steam за 2205 рублей, со скидкой в 10% в честь релиза. Также присутствует русский текстовый перевод, но я уже знаю, где ты ее купишь. Журналисты высоко оценили Dragon's Dogma 2, долгожданное продолжение оригинальной ролевой игры от Capcom. Рецензии были исключительно положительными, и игра получила высокие оценки благодаря интересному открытому миру, системе пешек и разнообразию классов. Но оценки грядущей новинки на разных агрегаторов следующие. На Metacritic версия для PS5 получила 87 баллов, для ПК 90 баллов, для Xbox 88, но на OpenCritic игра получила 89 баллов. Однако некоторые критики отметили проблемы с оптимизацией на ПК, что является общей проблемой для современных релизов. Журналист IGN отметил, что игра переосмыслила многие идеи оригинала и создала одни из самых впечатляющих сражений в жанре ролевых игр. Рецензиент GameSpot обратил внимание на открытый мир, полный сюрпризов и неожиданных моментов, что создает невероятный дух приключений. Пешки игрока полезны как в сражениях, так и за их пределами, что способствует командной работе и бесшовному исследованию фэнтезийного мира. Автор Еврогеймер заявил, что игра улучшает всё то, за что полюбился оригинал, и прохождение остаётся интересным от начала до конца. Однако новинка не прощает ошибок и довольно сложна, особенно из-за отсутствия ручных сохранений. Напомню, что релиз игры состоится 22 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но если я научусь делать обзоры, то я, конечно же, сделаю обзор этой игры. CD Projekt Red объявила о сотрудничестве с Go On Board для создания новой игры, основанной на Cyberpunk 2077. Настольная игра будет посвящена войне группировок Night City. Игрокам предстоит собрать банду, захватить контроль над городом и использовать оружие с чёрного рынка, услуги хакеров и наёмников. Разработчики обещают проработанную систему выборов, которые могут привести к различным сюжетным последствиям. Чуть позже Go On Board обещали поделиться и другой информацией о своей настольной игре. А пока авторы предлагают подписаться на её страницу. Подписавшимся покупателям дадут фигурки V с лезвием Богомола и две уникальные карты действия. Также авторы настольной игры хотят выслушать фанатские идеи и реализовать лучшие из них. Поэтому доставай свои похабные ручонки и беги писать свои предложения. И как всегда, это всё самое интересное произошедшее. Вчера лишь по моему мнению, если я что-то пропустил, то ты обязательно напиши об этом в комментариях. Ещё раз повторюсь, ставь лайки, подписывайтесь на канал и всем хорошего четверга.